Я тебя люблю. Ты любезг? У меня всегда очень много каких-то больших мечтаний. Я как такой котенок, который залезает на дерево, а потом ему очень стрёмно и очень не хочется с него слезать. И вот Стефан — это человек, который, пока я сигаю наверх дерево, он будет строить эту лестницу, чтобы можно было комфортно потом с этого дерева слезть. И вообще найти работу. Меня зовут Николина Коваленко. Я из России, из Москвы. У меня мама и папа тоже художники, даже дедушка. То есть я с самого детства всегда играла с их милками и обожала рисовать. И у меня даже не было никакого сомнения в том, кем я хочу впоследствии стать. Когда университет, я смогла получить один из самых больших семи-кондакторов. Это мультинационная компания. Я работала на деньгами, а потом я еще разговаривала проектирую. Возвращаясь к тому, что я работала на деньгами. Возвращаясь к тому, что я работала на деньгами. Возвращаясь к тому, что университет. Я не путешествую. Я не путешествую. В этом ритме, за 5 лет, я уже внушел. И я ощущаю, что я потерял лет. И в итоге я решила, прекратить работу, на деньгами. Просто оставить работу свободного свободного. Я путешествовал за 2,5 лет. Я никогда не путешествовал. Я никогда не путешествовал с очень-оченью планирую. После окончания института я начала путешествовать с рюкзаком. Я делала портреты на заказ. Я делала иллюстрации для книг и журналов. Я сразу на последние деньги покупала билеты. И в основном я путешествовала всегда одна. Я путешествовала за очень-очень небольшие деньги. Станавливаюсь в хостелах. Часто брала ночные автобусы или поезда, чтобы можно было сэкономить на проживании в отеле. И я мне чаще всего какую-то веду, которую ведут местные на улице, что это не рестораны. Когда я была на Кубе, у меня был проект, я хотела нарисовать местных танцоров. И я познакомилась с танцорами Пронавалова в городе, который называется Симферис. У нас был такой дел, что я буду их рисовать и делать их мейкап, и, может быть, там какой-то бази-арт для представления, они будут учить меня танцевать. Я думаю, это всегда был один из моих мечтов, чтобы научиться танцовать. Я уже был в Латин-Америке за один год и половину, и я сказал себе, что я не могу жить в Латин-Америке в Латин-Америке. Я учился в Латин-Америке и я учился в Латин-Америке. Я более интроверен, я жесткий, я как инженер. Мы всегда говорили, что инженер — это специя, что они всегда лучше работают, и остаются behind the computer, вместо того, интерактивных с людьми. Я всегда чувствовал, что мне нужно поддерживать эти границы и эти границы. Я прошел два месяца учиться салса. В Коломбии, в городе, который называется Кали, это столица сальсы. Я там была вообще всего один день. Одну ночь я был в этом замечательном салса-плесе. У всех танцевали. Никто сидит на двери. Вы чувствуете, как будто в фильме. И я встретил ее в этом месте. Мы танцевали, и у нас сразу была такая связь, энергия. Но на этом все могло бы и закончиться, потому что на следующий день я уезжала очень рано. В полушутку сказала, «Ну, если хочешь, можешь встретить меня на вокзале в 6 часов утра и поехали со мной в следующий город». Она сказала мне, я не уверена, если она шутила или нет. Я, конечно, не думала, что он придет, но тогда я пришла на вокзал с рюкзачком, он уже был там. И я удивлялся, и я хотел узнать больше. И я просто сказал себе, что она меня пригласила. Я не знаю, если это была шутка или она хотела, или нет, но я ее просто удивляю. Первое свидание было 10 часов в автобусе на самой худшей дороге, которую можно только придумать в Коломбии, где еще постоянно останавливает полиция и всех пассажиров проверяют на наркотики, Coca Leaf и все на свете. Мы даже не чувствовали, что бассажир был так длинным, потому что мы говорили о том, что все. Через 10 часов мы наконец, поговорив уже обо всем на свете, прибыли в этот городок. И мы путешествовали вместе три дня, и потом мне нужно было ехать дальше в Эквадор. Ему нужно было возвращаться в Кали. Он путешествовал к тому времени уже почти два с половиной года. через три недели у него был билет назад в Европу. Мое путешествие только начиналось, а он уже возвращался в Европу, и, опять же, конечно, long-distance relationship это возможно, но очень сложно. В день, когда он улетал, он уже показал мне, что он купил билет вернуться опять в Южную Америку через полтора месяца и встретить меня в баре Лёче на юге Аргентины. Так что, да, я домой и приехал увидеть мою семью. Месяц и полтора месяца я вернулся в Латинской Америке после еще 20-х годов лета Мы там встретились, и с тех пор мы ни на день не расставались. мы вместе с другими и путешествуем вместе, скрывая моря, скрывая реверами. и потом мы вернулись вместе в Нью-Йорк и сразу начался карантин фактически через неделю ровно. Как-то нас это только сплотило еще больше, но как результат мы решили, почему бы не пожениться. нам не хотелось никакого создавать ажиотажа вокруг этого ивента. Мы решили, что раз уж мы не можем пригласить большое количество народа, то мы сделаем церемонию просто максимально интенсивной. Мы решили, что у нас вообще не будет никаких планов на этот день. Естественно, мы должны были встретиться в определенный час с министром, но кроме этого у нас не было никаких планов. Платье, на самом деле, это даже не свадебное платье. Моя подруга мне подарила это платье еще несколько лет назад. Я, посмотрев на него в шкафу, подумала, что оно белое и красивое, и сегодня мне хочется его одеть. Бруклинский мост мы выбрали потому, что раз уж мы не могли никуда поехать, какое могло быть место, которое символизирует Нью-Йорк. Но также для нас мост – это символ путешествия, жизни вместе. Мы начали с одного конца моста, из Манхэттена, держась за руки, поженились посередине и вышли уже с другого конца, мужем и женой. И мы открыли бутылку шампанского и мы пошли гулять. Вообще-то у нас была по идее резервация на ужин, но мы ее пропустили на два часа. Мы пришли уже в одиннадцать туда, этот ресторан был закрыт. В итоге мы закончились тем, что мы пошли есть такос. Недалеко от дома это было единственное место, которое было на тот момент уже почти в двенадцать открыто. На следующий день были какие-то мои друзья, они сказали, о май гад, там есть девочка, которая вас фотографировала во время церемонии, и она пытается вас найти. Она выложила фотографию на твиттер, там уже, я не помню сколько там, 138 тысяч лайков у этой фотографии, репостов. Мы не подозревали, что это перерастет в такую популярность. Получилось так, что мы никому не сказали про свадьбу, но пришло там парочка миллионов человек. Сначала мы не поняли вообще почему, потому что люди женятся постоянно, это не какое-то необычное, экзотичное событие. Но мы поняли, что это вообще не про нас. Мы поняли, что это про позитивные эмоции, которых людям сейчас так не хватает. Что это про надежду, про любовь. И я думаю, что человечество в основе оно любит. И я думаю, что мы все способны делать хорошие вещи для людей в нашей жизни, для людей, которые мы даже не знаем. что вы не сможете сделать. И я думаю,